Ребята, еще раз привет! Я хочу развить тему, тему эволюции парфюмерных любителей. И сегодня я хочу снять видео, датируемое 2020 годом, что я никогда себе не куплю. В смысле, мои парфюмерные нет на сегодняшний день. Так как вкусы меняются, эволюция таки происходит. Я из влюбленной в винтажи и влюбленной в ретро-звучание человека, любителя всяких смол, удов и шафранов, и, я не знаю, готических роз, превращаюсь в любительницу легких, свежих, фруктово-ягодных ароматов. Даже, вы представляете себе, я терпеть не могу. Ну, потому что я не понимала, они на мне не открывались, не звучали. Обычные молекулы были для меня, ну, просто нечто невразумительное, невразумительные в водице. Ну, они и остаются такими. Кстати говоря, вот, мое парфюмерное нет. Я никогда не куплю себе обычные молекулы, потому что они на мне не открываются, не играют и не звучат. Но, в отличие от них, молекулы от Zarko Parfum на мне оказались, что они на мне звучат, они шлифят, они меня радуют. Я попробовала их первый раз в прошлом летом, я ими вдохновилась. И хочу пополнить свою коллекцию хотя бы каким-то одним ароматом, но начинать, конечно же, я буду с отливантов. Еще моя одна парфюмерная нет. Стараться, я не буду говорить, я никогда больше не буду ничего покупать слепую. Нет, нет, нет. Я буду покупать теперь только все после знакомства. Нет, конечно же, это же отдельный кайф, это же охота, это же такое дело. Это же азарт для нас. Ну, я не знаю, можно ли назвать меня маньяком, потому что, ну, я так спокойно достаточно отношусь к парфюмерии. Вот ко всему к этому я не... А может и нет. Ну, короче, я постараюсь не хватать огромные флаконы 100-миллилитровые слепую. Вообще мне не нужны 100-миллилитровые флаконы, потому что, как показывает опыт и практика, мой формат это 10-15 миллилитров. Это первое. Больше не покупать огромных полных флаконов. Второе. Ничего не дублить. Это третье. У меня есть один единственный дубль. Это Just Essence Fly High Up Into The Sky. Это инжирный аромат, он легкий, он прекрасный, он волшебный. И я его купила, наверное, еще на заре своего парфюма маньячества. Буду это называть таким образом. Совершенно того не стесняюсь. Я им настолько восторгаюсь по сегодняшний день и люблю его. Я его задублила тогда сразу же и очень радуюсь. И он у меня заканчивается. Здесь небольшой такой флакончик, здесь 30 миллилитров. И он у меня заканчивается, и запас ему лежит. И как только у меня закончится этот флакон, я открою следующий. Я куплю ему на запас еще один. Но больше ничего я дублить не буду. Просто потому что я не знаю почему. Его нельзя назвать моим парфюмерным я или чем-то там еще. Просто вот он такой вот, он такой. И даже сейчас вот еще, хотя я сейчас в уманите. Нет, я не буду рашаться им. Потому что хоть они оба инжирные, но они все-таки разные. И следующее мое, наверное, четвертое по счету парфюмерное, нет. Я никогда не буду покупать вслепую бюджетных парфюмов. Потому что это лотерея. Покупать вслепую, а покупать вслепую бюджетные ароматы, это лотерея дважды. У меня очень мало бюджетных ароматов, которые я считаю удачными моими покупками. Вот это один из таковых, да. Многие, ну у меня их не так уж и много, но все-таки, например, Тайна от Новой Зари, которую я купила, тоже опять-таки в самом начале. Говорили, что она очень похожа, а я уже не помню, какой-то сеслеевский аромат на... Она похожа, да, там кориандр, она должна была похожа быть на... Не на Эду Свар, а на Свар де Люн, вот. Но, вы знаете, может быть, чуть-чуть где-то как-то они похожи, да, по звучанию. Но это все-таки, ну не то пальто, ребята. Может быть, раньше, когда-то давно Новая Заря, она была прекрасней. Кстати говоря, у меня в детстве было два аромата, или даже больше было, но два я точно помню. Я помню название Ноктюр номер 9, я помню название Фуете. Я даже, мне кажется, помню их запахи. Оно, конечно же, у меня было из лата скифов, но для ребенка это тогда было вообще, ну, что-то там... Ну, неподходящий аромат, да, я его до не понимала, и все. А вот вот Ноктюр номер 9 и Фуете, они как раз-то для юной девочки лет 10, 12, 13, 14, они туда очень-очень хорошо подходили, они мне нравились. Они были такие легкие, фиалковые. Вот сейчас я опробую, там, разнашиваю другой аромат, расскажу вам в другом видео. И вот он, мне кажется, очень похож на Фуете, или вот Ноктюр номер 9, не помню. Там такая нежная и легкая фиалка, вот, ну, потрясающе. Короче говоря, надо быть очень-очень, я сама себе говорю, Оля, будь очень-очень аккуратна с бюджетными ароматами. Не покупай их вслепую. И дальше, про покупки вслепую. Третий, никогда не покупай вслепую, и даже, наверное, не вслепую, с первого раза попробованный арабский аромат. Вот, 10 мл, это божественный ладан, смолы, он сладкий. Здесь есть и легкость, и сладость, и, ну, все, он прекрасный, но я не хочу. Зачем мне 100 мл? Где 100 мл больше не нужно? Я его вот столечко вот использовала, относила. Прекрасная база. Это латафа парфюм, называется Утмут. Это сладкий ладанный аромат, но он не тяжелый, он носибельный. Это, знаете, такой ладанный аромат для начинающих. Здесь ванили какие-то. Ну, короче говоря, он достаточно легкий для арабских ароматов. Стойкость у него, конечно же, не трое суток, но достаточная для того, чтобы день в нем отходить. Он прекрасен и зимой, и летом, и он прекрасен в качестве домашнего ароматизатора. К сожалению, сейчас мне приходится им пользоваться так. Он у меня стоит выставлен на La Parfumerie.org, если вам интересно. Ольга Мин, как всегда, продаю я его вообще за 800 рублей. Ну, вот, смотрите, покупала почти за тысячу и плюс доставка из Beauty Depot. Ну, сколько здесь не хватает, я не знаю, 15 миллилитров, может быть. Ну, он хороший, но все, я наигралась им. Вот такие вот бадьи просто больше не нужно покупать. Дальше я закончила с винтажами. Винтажи, все. На начале, да, я уже, наверное, да, рассказывала в видео эволюции, как я хватала эти винтажи, вот эта вот мицука. Она стоит, у меня стоит еще один закрытый, запасной, который я лишний раз не достаю, который стоит у меня на продажу. Ну, все здесь хорошо, все здесь прекрасно. Этот флакончик, конечно же, останется мне. Его здесь, ну, даже, даже, даже больше, чем половина. И, наверное, мне хватит его на всю оставшую жизнь. Почему я продаю второй? Потому что ароматы сложные. Аромат не будешь носить каждый день. Это уже винтаж. Сколько он еще простоит у меня? Он же может испортиться. А, возможно, есть на свете человек, который очень хочет винтажную мицука попробовать. И я продаю ее очень задешево. Купила я ее за 4 тысячи, а продаю ее за 2. Вот точно такая же коробочка. Все я хотела, вот мне так очень нравится. Хотела, правда, другой вот тут, ну, называется с желудем, да, но на тот момент не могла купить и купила вот точно такой же второй, потому что хотела тогда, вот прям не могла. Вот не надо кидаться в омут с головой, да. Короче говоря, если кому-то нужен хороший, хорошо сохранившийся винтаж, совсем задешево, винтажная мицука в духах, 2 тысячи. Торгуемся, ребята, если вдруг что-то вам захочется, вы зайдете там, что вам понравится, торгуемся, потому что, потому что, потому что я хочу с ними расстаться. Так, у меня здесь шпаргалка, типа, а, я хочу сказать, что вслепую не покупать дорогие ароматы. Это касается амуажа, да. Одну секунду сейчас я, если я смогу, да, если могу дотянуться, извините, что я выпала из кадра. Амуаж, боже мой, как же все хвалили имитейшн фор вумен, вот он у меня, вот. Никогда камера не фокусирует, надо уже привыкнуть к этому. И смородина, и тет-тет-тет-тет. Все с ним хорошо. И я даже планировала, что я его куплю. Думаю, вот я понюхаю, вдохну и куплю его себе. Мне так хочется флакон амуажа. Ну, я понимаю, что, ну, я не куплю его, потому что, ну, вот это вот, это к тому, что ближайшее будущее, и я планирую покупать все в отливантах. И вот поносила, засвечивай, да, вот так лучше. Это я регулирую свет балконной дверью. Не знаю, почему-то что-то меняется. Поносила 10,5-5-10 миллилитров, и все, и пошла дальше, потому что хочется чего-то нового. Постоянно же что-то, что-то же там меняется. Я, наверное, не, хотя я многопшичница, но, видимо, не настолько, чтобы литрами парфюма у меня уходили. Наверное, все-таки я не особо-таки и многопшичница. Так, про арабов я сказала, не покупаем слепую. А, я не сторонник покупать слишком нестойкие, это в смысле типа одеколончики от Джо Малон, когда вы его нанесли на себя, и через 10 минут на вас уже нет ничего. Это как будто бы вы просто помылись гелем для душа, каким-нибудь вкусно пахнущим, и через 15 минут от вас уже не пахнет ничем. Вот такие ароматы я тоже не буду покупать, потому что, ну, это неинтересно. Я, в принципе, люблю за день менять ароматы, но как-то так получается, что у меня ароматы все какие-то такие очень хорошо накладывающиеся друг на друга, и то, что они смиксовываются, может быть, даже в каких-то там моментах, это все им идет только на пользу. Есть еще вот, да, вот по брендам. Вот, например, бренд Амуаш, я поняла, что он не мой, а у меня есть еще там один еще, у меня есть опус еще один, и он мне тоже нравится, но они для меня неносибельные. Это относится вот к таким вот ярким, впечатляющим, таким захватывающим ароматам, которые ты вот, боже, какие они, но ты понимаешь, что ты не сможешь их носить каждый день, ну, раз, ну, возможно, два раза ты там в месяц, а то и в полугодие два раза ты к ним прикоснешься, и они будут у тебя стоять. Поэтому, наверное, несмотря на то, что здесь волшебный флакон, не стоит покупать его в полном размере. Еще вот Джо Малон тоже не моя марка, потому что они на мне совершенно не держатся, за исключением, наверное, Ангелика, Тубероз Ангелик, ну, в черных флаконах вот эти. Эти еще как-то хоть что-то, да, но цена такая же там сумасшедшая цена, Ребята, ребята, и Джо Малон очень сильно подделываю. Вот, еще моя парфюмерная, нет, никогда не покупать во флаконах парфюмы, которые слишком подделываемы. Я очень-очень аккуратно отношусь к марке Монталь. Иногда мне много раз хотелось купить какой-то флакон. Мне очень хотелось снова купить такие флакон розовый мускус, но меня останавливало то, что эти парфюмы очень-очень сильно поддерживаются, подделываются, точно так же подделываются Экс Нехила, точно так же подделываются Круп Джан, и вот эти все самые брендовые, вот эти вот модные бренды, Лелабы и все остальное, ну, на них прям вот много подделок, да, и никто вам дает гарантию. Девочка может взять там, я не знаю, там все что угодно, сейчас просто я снимала другое видео, взять там свой красивый флакон, сфотографировать, сфотографировать его в конце концов, я не знаю, там где-нибудь у подружки, в магазине, да где угодно она может его сфотографировать, а прислать она вам может вообще все что угодно. Конечно же, мы надеемся на честность людей, доверяем людям, но все-таки нужно быть вот аккуратными, да, от Ливанка я покупаю тоже у проверенных девочек, у которых, у которых репутации, у которых бизнес построен на этом, они просто не будут посылать вам подделку, если вы как постоянный пользователь, да, для парфюмерии, вы инициируете вот этот вот процесс, бучу вокруг них, и хоть какая-то капля темная упадет на их репутацию, то это им просто невыгодно, они занимаются этим, поэтому у них там все хорошо. Вот, еще есть фирма Bayreda, Bayreda тоже очень такая странная вещь, да, для меня эти ароматы, они очень дорого стоят для того, для своего звучания, их цена, их звучание не соответствует, не соответствует запрашиваемой цене, хотя может быть, я пока еще не распробовала, я еще пока, да, я уже несколько месяцев не была в магазинах, я ничего не тестила, я ничего не пробовала, но с того момента, как у меня изменились мои пристрастия, мои вкусы, может быть, сейчас я посмотрю на все на это с какой-то другой стороны, и мои новые парфюмерные, нет, через полгода обойдут какой-то другой вид, да, еще, например, опять-таки год назад я бы вам сказала, что я никогда не куплю себе, никогда не возобновлю Лео Паркинзо, потому что это уже как бы прошедший момент, но я жду его, я жду его, а я бы сказала, что я никогда не куплю из семьяки, вот треугольник вот этот, да, потому что это тоже прошедший момент, и они мне, в общем-то, не очень нравились, а сейчас я ими пользуюсь, сейчас я их люблю, сейчас они мне нравятся, ну, вот как-то, наверное, так, все, мои парфюмерные нет на сегодняшний день закончены, я не знаю, сколько там было их по пунктам, но это не важно, в принципе, я это оставляю для истории, это остается у меня в голове, я постараюсь соблюдать эти правила, очень-очень вас спрошу, напишите мне ваше парфюмерные нет, хотя бы троечку, а лучше пятерочку, то, что вы себе не покупаете, что вы думаете о том, что я вам сейчас рассказала, если вы что-то хотите купить себе, заходите ко мне на laparfumery.org, а я вас всех целую, всех обнимаю, просто пишите мне свои комментарии, просто пишите, как вы живете, как вы живете летом, какие у вас новости, всех целую, обнимаю, пока!